ребят всем привет все вы знаете при ремонте двигателя и его обслуживания во всех видео я рекомендую использовать при ремонте этих самых двигателей герметик виктор рейнс фирмы виктор рейнса такой то есть как бы цена-качество соответствующая мне нравится его скажем так характеристики которые вполне соответствует ожидания значит в чем суть вопроса наконец-то я попал на подделку то есть клиент купил герметик но у меня как правило герметик остается от прошлого клиента я его автомобиль закончил предыдущим вот начал работать этот но сразу кстати вот честно мне минус не обратил внимание точнее я обратил внимание что упаковка как-то чуть светлее голубой цвет видите здесь он более синеватой такое ну большего значения я не предал упаковку к сожалению с этого герметика я выкинул в общем в этом видео пойдет речь о поддельном герметике фирмы рек виктор рейнс значит что на чем я споткнулся вот он двигатель собираю капиталю сейчас и вот даже этот герметик собрала его вчера где-то в пол восьмого вечера сейчас видите да у нас только пол пятого уже следующего дня ленте видно да то есть он такое тянется на руку берется после чего я заподозрил в неоригинальности данного герметика залез в интернет убедился в том что мы попали на эту подделку вот значит чем она отличается изначально смотрим во первых видим чуть более голубоватый цвет но их две подделки есть вот такая китайская сильно страшная есть вот грубо говоря вот так же она выглядит тоже синенькая все но тем не менее есть свои отличия значит вот еще для сравнения попробовал вам где-то час назад я вот две такие мазюльки сделал одинаковые вот смотрим оригинал видим он уже такой высохший он палец сухой чистый у меня после этих прикосновений здесь же герметик не сохнет совсем так из-за чего придется мне сейчас терять время и переделывать кое-какую работу здесь бугельную часть вот эту надо будет снимать все вы терять вычищать и нормальным герметиком заполнять значит элементарно там конечно я вам в конце видео выставлю фотки с интернета как можно их разделить во первых видим цвет до цветовая гамма этот от явного китайского потому что есть чуть по оригинальнее то уже по фоткам там кому надо паузу нажмете обратите внимание значит смотрите чем еще можно отличить здесь видите вот такой то острый поясок и вот здесь вот как ребро такое сейчас не фокусируется вот видим вот здесь вот ребрышко такое вот она высокая до буртик такой есть и здесь соответственно вот круглое такое равномерное отверстие внутри в пробке на поделки же видим этого буртика нет у нас сразу идет без буртика резьба заканчивается и все ничего нету и здесь но сейчас не видно там тоже сечение немножко другое в пробке плюс обращаем внимание здесь на герметике есть вот это вот голограммка как он штрих-код до называется вот такой на этом же жерни тики сейчас разверну даже его нету вот видим здесь ничего нету так далее по отношению этот а ладно этот явно видно сразу глаза бросаются также здесь у нас картинка вот такого плана то есть машинки нарисованы есть еще фотографии если смотреть фотографии на более дорогой подделки от оригинала более размывчатые фотографии оригинале более четкие ну ладно это сейчас вариант наш опять таки с этим штрих-кодом и на данном герметике вот еще тут дано по крайней мере это вот данный момент у нас восемнадцатый год вот семнадцатый восемнадцатый год вот герметики по крайней мере вот таким шильдиком так и вот еще забыл вам уделить внимание за вот эти вот скобочки за которые мы крутим да наш герметик на оригинале справа видим но равномерно закругленное здесь все на подделки шаника квадратного то и чуть-чуть все остальное вы на фотках глянете сейчас это вот таким вот способом как бы пытаемся выявить не оригинальный герметик который нам добавляет работу хорошо еще сейчас на горячем заметили они после того как выехал автомобиль извиняюсь двигатель после капремонта и вдруг у вас на иномарке побежал двигатель как на москвичи да андрюха поэтому ребят кому видео было полезно не забываем за лайки кому не понравилось без лайки пишите комментарии будем обсуждать может кто-то что-то добавит ну всем удачи всем пока удачи всем пока Субтитры создавал DimaTorzok